на другие так, Парашат Хукат я рад вас всех видеть, в добром здравии Хукат кстати говоря, что кто есть две главы одна глава, на которой мы знаем Маран постановил то, что это глава допустим, глава чтения главы такой, как Амалек это Маран так пишет, что это то есть, каждый обязан хотя бы раз в год послушать Захов Шерас Алиха Амалек это мы обычно говорили уже есть еще одна есть еще одна глава на ней уже есть Махлокит, но тем не менее Маран приводит ее как тоже, которую нужно слушать эту главу хотя бы раз в год это называется это вот наша глава Парашат Хукат Парашат Хукат, который который говорится о том как нужно сделать и вообще как обходит эта мяса, которая называется не рыжая корова а красная корова это красная корова что с ней делается такое вообще как таково как-то мы говорили уже в прошлый раз дело в том, что во-первых, почему не зеленое почему не синее почему не красное дерево так вообще-то почему так это что поделаешь вот так это и есть это во-первых но второе это то, что сама по себе эта красная корова почему именно красная потому что самое простое объяснение это очень редкий вид это очень редкий вид чтобы она была абсолютно красной вот как кровь красная так, чтобы ни одного даже чтобы двух волосков черных не было это от копыт и до носа до до рогов чтобы все было абсолютно красной такую корову чрезвычайно сложно найти в высказке что сегодня инженерная генетика может тебе сделать все что угодно так может быть может быть но по крайней мере до сегодняшнего не было она натуральная что ли она ну как натуральная если ты ее перекрасишь она будет считаться все равно черной она должна родиться красной полностью без никакой помощи должна не знаю сделайте что-то с ее матерью другое дело но лишь бы родилась кровь там тогда помощи не было это работа ангелов это уже да это работа это тебе говорят сколько ну сейчас дойдем а что такое хука это сам по себе это устав войске устав если в войске устав почему-то командир тебе сказал не знаю может быть разговорчики в строю да и все как здесь приятно говорит разговорчики в строю так вот сколько вообще было во-первых сколько таких коров вообще было 9 по-моему было всего лишь 10 кстати говоря ее первую сделал мы Шарабейну и вот вот ее праха хватило аж до конца разрушения первого храма это то есть вот первый храм был построен через 380 лет после как вышли так а второй храм первый храм простоял 410 лет почти 800 лет на 800 лет вот прах вот этой коровы красной хватило для всего народа когда был построен второй храм Эзра Асуфер сделал 2 коровы и после него было сделано еще 6 то есть в течение 420 лет которых стоял Бетамикдаш второй так было сделано еще 8 коров то есть десятая последняя корова десятая корова будет сделана когда придет уже Машия сейчас не будет пока пока не будет кто знает может быть будет сейчас там было видео которое посылали просто Гошу там родилась там корова полно сукраска и они ничего с этим не делали пусть она там гуляет и кушает пока что да ее чрезвычайно сложно делать дело в том что вы знаете как она делается приводится к геморраку делается так что каждый кто собирает он должен быть чистый человек и вот для того чтобы набрать рудниковую воду рудниковую воду так это должен быть делать абсолютно чистый человек который никогда ничему не прикасывается как ты такого человека найдешь как красную корову как красную корову как такого человека найти поэтому что с самого начала приглашалась женщина женщина была уже беременна ей строили специальный дом на подставках потому что когда есть подставка если какая-то допустим какая-то косточка человеческая есть то эта человеческая косточка она не будет как на кладбище пробивать эту туму до конца то есть она пробьется только лишь до вот этого расстояния до спасибо большое до вот этих подставок и дальше она пробиваться уже не будет этот дом строился на подставках бета мигдаш строится на таких же подставках тоже по нашему преданию что под нашим храмом есть огромная впадина в 12 километров конечно почему-то об этом не знают но есть там это огромная впадина и вот на вот этой впадине на таких арках был построен бета мигдаш это особая строительство строят вообще как могилы это другой совсем разговор это строилось именно так так вот эта женщина должна была родить его вот в этой комнате вот в этом доме из этого дома они не выходили 9 лет этого мальчика специально растили 9 лет в таких условиях потом когда ему исполнялось 9 лет ему давали глиняный сосуд приводили двух огромных быков на этих быков накладывали какую-то допустим тахту или дверь такую деревянную тахту чтобы он уселся на нее чтобы пройдя по городу и до ручья что может быть есть какая-то могилка есть о которой мы не знаем чтобы он не стал бы ритуально нечистым вот на вот этих двух быках его приводят к ручью и он набирает эту воду то есть вообще чтобы это сделать это должно быть возле храмовой горы на масличной горе там должен быть трехэтажный мост строить это было огромное дело чтобы это делать не так-то все это было и просто в прошлый раз мы с вами говорили о том что почему нам все это нужно знаете что у нас без этого как говорится жизнь тяжелая зачем ее нужно еще усложнять ну зачем это нужно пока ты крас пока ты этой коровой этим прахом окропишься пока ты сделаешь мигдаш но зачем это нужно делать сделать чтобы все заходили как можно больше а горов не делали этого они заходили туда горов это не крапит говоря гой никогда он не будет нечистой у гоев нету чистоты или нечистоты то кто может оскверниться нечистотой только лишь евреи у них нету у них есть тума только тогда когда они мертвы когда ты прикасаешься к ним это да они тебя будут тымить ну как корова потому что корова живая она тоже не будет тым никогда не принимать когда она умрет почему эти мусульмане евреи говорили во время дождя не выходить на улицу это почему от еврея попадет дождь к ним и они станут чистыми да это вы представляете вот их вот эти вот эти еще не разрешали еврейские дома выше их домов чтобы это да это антисемитизм но вы знаете благодаря вот таким вот законам мы смогли сохраниться как народ никакой ассимиляции с ними не было слава богу благодаря вот этим так они были далеко от нас это было как говорится не было бы счастья но несчастье помогло это для нас это было богословение то что они у них были вот такие вот фундамент есть фундамент еврей полез крышу ремонтировать и там увидел узбечку соседку со двора этот муж увидел что еврея увидел они в то время паранжа кассири еврей увидел его жену пошел и убил этого еврея смотрите для мусульман нужно просто найти повод чтобы убить человека это не причина просто нужно было какой-то повод найти причина у них всегда есть но найти подходящий повод это сами понимаете кстати говоря почему только лишь у евреев это есть законы чистоты или нечистоты есть только лишь у евреев почему у гоев этого нет особенно туман чистота смертельная нечистота какая-то огромная вот именно на евреев это все набраться у гоев этого нет что сказано так поэтому как вы знаете что у гоев этого нет по нашим законам этого нет люди которые нам это сказали мудрецы в геморре ну они это против все они знают по нашим законам это так они говорили что во время дождя не выходить что они будут нечисты от евреев значит они какую-то чистоту соблюдали гоем смотрите каждый строит для себя то что он хочет в основном в основном это взялось именно от евреев они пошли откуда они все это знают коран они копировали конечно это одна ну они такие умные что ли были все это скопировано было одна я очень рад что принимаете так что не надо никого делать замечания но вот я очень рад знаете что нет 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 по теме пожалуйста все это по теме знаете что говорят так что почему именно у евреев это есть такие законные нечистоты вот обратите внимание вот если вы выбросите так бутылку пустую бутылку с медом и пустую бутылку из-под уксуса вот куда и где больше червяков и мух налетят на какую вот именно стеклянную на какую бутылку налетят больше на мед на мед налетят так почему на мед это вкусно это лучше на уксус кстати говоря уксус я в скобках скажу то что допустим есть люди у которых есть изжога постоянная есть какие-то лекарства принимаются от изжога ежедневно эти лекарства как я понял они действуют над давлением знаете как можно избавиться от этой изжоги постоянно это вот яблочный уксус обычная чайная ложка на холодный стакан холодной с утра натощак полчаса до еды никакой самсы никакая самсу и все вас пройдет один стакан воды одна столовая ложка с утра до еды у меня изжоги не было но это полезно вообще для метаболизма до всего стакан воды яблочный уксус просто яблочный просто яблочный яблочный и мед тоже он говорит виски полезно виски но хорошо что не водка я надеюсь что не с утра сингл молд сингл молд так как здесь люди присутствуют которые знают это дело знаете что очень очень больно видеть когда допустим кто-то умирает так и вот его держат 4-5 дней пока вот его дочка пока его сын не вернут из-за границы они там где какой-то где-то они гуляют пока приехали и они ждут чтобы его похоронить этого нельзя делать вообще положено хоронить буквально в тот же день вы правы что если ради почета усопшего ради его почета большой человек один день можно допустим не дай бог вечером скончался так можно не сегодня можно даже вот не вечером сегодня ночью может на следующий день другое дело это еще можно сделать но ждать по 3-4 дня 3 дня 2-3 дня этого нельзя делать знаете что еще это допустим нету ну когда что пойдет это ред иногда смотрите иногда ждут пока его сына откуда там приедет какую-то там не знаю когда его дочка куда-то вернется этого нельзя делать насчет отпевания когда он приходит и начинает говорить еврей Тора об усовшем и так далее смотрите дело в том что это хорошо когда говорят это хорошо это говорят что сам сатан сам сатан это он же ангел смерти он стоит когда делает отпевает человека так говорят соболезнования и так далее сам ангел смерти приходит и он плачет я не знаю кто сегодня плачет когда говорит но сам ангел приходит и плачет потому что когда он делает свою работу в конце концов он приходит и сожалеет о том что он делает такая вот у него работа но он стоит и плачет но дело в том что не дай бог так но это аллаха что когда умирает женщина нельзя делать очень долгих очень долгие вот эти вот отпевания когда начинает говорит еще один второй говорит еще дорогой другой говорит еще 10 еще 20 минут 5-10 минут и все нужно уже идти дальше это аллаха потому что женщина чем больше ты ее оставляешь тем больше этих продуктов они могут вылиться просто из нее понимаете проход это не чистота может для женщины это очень плохо для этого это сквернение для женщин это нехорошо побыстрее нужно побыстрее очень быстренько что-то сказать и быстренько пойти сегодня оставляет и два-три часа начинает каждый кто скажет там еще и очередь стоит и что не того чтобы ты не сказал это это что-то соревнование тоже пошло какой-то солны давида читают можно все это но дед но укоротить нужно нужно укоротить а чё бывает если человек сразу не похоронили бывает неделю мой дядя убили и вот они наконец-таки поставили там письмо ну полиция оставила да в суд бенриспектора там в ташкенте доставили в ташкенте доставили да пожалуйста дайте на разрешение чтобы похоронили вот как собак ну что поделаешь смотрите дело кстати говоря вы знаете кто кто погиб в аварии допустим так в аварии или же в любом случае если на нем есть какая-то кровь то его не отмывает его нельзя отмывать и вот так вот его ставят вот эти вот тахрихи заворачивают тахрихи вот так вот его хоронят это для него сход это сход для него то есть для него это это более того если даже он погиб от руки гоя что его обязаны вот так вот похоронить как он есть его забрать прямо с кровью заговорачивать так не отмывает потому что что для того чтобы всевышний посмотрел как говорится на него так и отомстил бы за его кровь кстати говоря когда погибают мотоциклисты их отмывают они погибают без единой царапины может быть они шею ломают как-то сгорело нет сгорело другой теток заворачивает все там у солдат это еще хуже бывает там да солдата остается кусок кусок мяса обгорешивают и все так далее не дай вам все это видит конечно так вот это делается так и самое большое самое большое чудо это в том что каким образом каким образом так это устав допустим если человек нечистый так мы можем пойти в микву окунулись в микву встали мы чистый это понятно верно это понятно более-менее это понятно почему понятно более менее как будто искупался и вышел так так в чем когда являть вот в этой чё вот этой красной крови в чем когда ее особенность особенно в том что какая-то капелька тебя задевает течение где-то вот во второй день в пятый день и ты становишься чистым вот в этом то и есть ее ее особенность потому что если ты укунаешься в воду полностью идет так ты это понятно а есть какие-то капельками и ты начинаешь ты начинаешь забыть и ты начинаешь забыть как вода чтобы вот это сам порошочек кстати говоря не только вот ее прах когда ее сжигали то и сжигали на дровах и на мох ставили сухой мох и все это потом толчили весь этот пепел вот весь этот пепел перемешанный так он и есть потом уразили 12 частей парадома это да вот это и за изов это же вот тут мог который брали вот это вот деревья но так окропляли мы потом это можно было вот этим кроме все вместе составляла это да вот эти места вот этот порошок и но толчили его вместе со всем вот это составлял ее полностью сжигали со всеми дровами со всем вот этим у корова на пучу баран или другой а я я замечаю знаете что на что это похоже это говорится так смотрите все это чему относится смотрите а мы строили когда получили тору пришли ангелы миллион двести ангелов чтобы отдать нам эти вот корону тора которые мы достоились и тут совершилось огромное огромное горе совершил какое сделали золотого тельца золотого тельца и тогда на нас обратно возвратилась та не чистота которая не чистота осталась у нас от первого человека от его первого греха обратно мы стали нечистыми и поэтому догадайте что как один мальчик зашел во дворец и нагадил так король пришел что это такое позовите маму чтобы она почистила за ним то есть золотой телец нам дал то что тем что мы довольствуется сегодня а это не чистота поэтому должна должны привести эту корову и вот посредством вот этой коровы исправить то что сделано золотой телец икон а это тикон клин клина вывез золотые слова и поэтому когда нас спрашивают гоем для чего у вас нужна эта корова красная корова мы говорим что это устах мы не понимаем почему не понимаешь ты понимаешь потому что телец нет тогда когда гой спрашивает они хотят чтобы ты вспомнил бы свои грехи перед творцом и они будут радоваться этому кстати говоря кстати говоря если у тебя есть враги я не желаю твоей смерти я не желаю твоей смерти ты будешь долго жить и это будет насуд я скажу почему это не просто это красиво это это дроша на самом деле это это аллаха говорит так весь бит юсеф если аллаха говорит так что человек допустим дал какой-то обед он приходит к мудрецу вот я не могу этого выполнить и тогда мы говорят так одну секунду вот если бы ты думал что если ты умрешь ты бы это сказала нет вот такой ответ находить нельзя почему написано так что мы не видим чтобы люди умирали каждый день это рейш хав бит юсеф спрашивает бит юсеф как то мы не видим чтобы люди умирали каждый день люди умирают же умирать еще как умирать и тогда бит юсеф говорит так люди умирает но не умирает те которые ты хочешь чтобы они умерли они не умирают они живут и поэтому говорится так что если если у тебя есть какой-то враг а у тебя нету никаких абсолютно достоинств то вот это достоинство которое когда тебя ненавидит ради вот этого не достоинство ты будешь жить дальше поэтому давид амелих говорит почему мои говорит враги живу столько никак не умирает это заход было для него то что у него были враги и поэтому он жил и жил долго благодаря этому особенно особенно если это было да знаете что сегодня 70 лет уже никого не удивишь раньше даже позади старые фотографии 65 70 это были такие старики такие старики что если показывали фотографии 80-летнего старика сегодня думаю что это может ему сюда сюда сегодня такие молодые в 70 лет я знал до вам было 84 года он в теннис играл старик крепкий старики сегодня да сегодня как говорится сегодня только в однокурице столько антибиотиков есть поэтому человек будет выглядеть хочешь не хочешь будет выглядеть парафиновым хочешь не хочешь будет выглядеть я не знаю вот может чем вы об этом знаете нет сегодня мне два случая случая случилось вот когда вышел утром с синагоги поехал и в дороге встретил с мертвой кошкой да и сегодня еще на работу пошел и так сказать с мертвой кошкой и два раза увидел мертвую кошку избитую машину чё это такое это ничего такое это значит нужно позвонить 311 чтобы чтобы почистили дорогу чтобы почистили дорогу и какого не надо никаких свечек зажигать вы видели кошку очень хорошо проезжаем дальше кстати говоря нам нельзя ни в коем случае пользоваться вот этими приметами черная кошка прошла все наоборот впереди это то что она прошла тебе нельзя обходить это все грехи ушли следующее знаете что говорится следующая вещь такая вещь здесь происходит умирает мир ямана вея сестра старшая сестра арона и муша она умирает а так как мы знаем то что когда муша рабейну из скалы добывал воду это было только лишь в ее заслугу почему в ее заслугу потому что она та которая спасла муша рабейну в принципе так от воды от воды поэтому в ее заслуга у нас была вода сколько было лет ну допустим если на три года арона коем был старшим муша рабейну ему было 123 года когда он сейчас ну когда есть скажем было еще три года выше арона коопа это было 126 на 6 лет лет на 6 она была старше ну скажем так самая старшая самая старшая дочка не старше было арона да да не не сказано сколько ну допустим хотя бы еще три года такое дело в том что у них закончить не было в этой вода кончить тогда муша рабейну что там точно происходит сказано муша рабейну возьми ты и арон возьми свой посох пойди к скале и и что там и дальше нужно было добыть воду а вот как нужно было наши мудрецы говорят так что нужно было поговорить а не стучать вот давайте сам проведем эксперимент вот если муша рабейну сделал не то что нужно было делать вместо того чтобы сказать он ее ударил когда почему чудо произошло почему вода пошла вот давайте сами не знаю разобьем вот этот дом какой-то стоящий так посмотрим пойдет оттуда во вода уж какой-то такой нужный ангел бога превратился в гору и муша рабейну ударил ой 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 вам нужно книги писать вам нужно не знаю писать нужно сценарики нужно писать заблуждение сэр в этом способ да почему тут способ да и тем более он говорит вы знаете что вот из-за этой она понимает лучше вас она понимает но так или иначе но если ты сделал что-то не то когда почему было чудо если неправильно он сделал так тебе было сказали сказать туда когда почему пошло когда знаете что интересного здесь и выходит следующая вещь почему он был наказан в конце концов есть огромное море море разъяснений толкований почему как что произошло здесь знаете есть просто замечательные нельзя говорить замечательные толкования есть огромное толкование это рамбам он пишет так называется шмона проким он пишет так то что был хилюляшем было сквернение имя творца каким образом вот смотрите муша рабейну он был божьим представителем в этом мире божественным представителем здесь в этом мире так он говорит так муша рабейну он разозлился в этот момент на весь самый стрель почему что такое только похоронил свою сестру воды нету дай нам воду что такое в конце концов его разозлили и злиться ему было нельзя потому что если ты злишься во первых во первых это значит что на нас злится сам творец во вторых значит можно злиться ему нельзя бы этого показывать почему потому что для людей ты пример ты ты божье представительство здесь и на этой земле это мы хотим представить себя ангелов воплоте это был муша рабейну тогда каким образом ты можете позволить что злиться возле людей и вот это то и было его грехом говорит барабан то есть то что для нас это для нас это достоинство достояние когда люди что-то делать и штукишь по столу если бы он ударил камень если бы это был грех когда почему пошла вода если это было неправильно так нужно было сказать будет чудо если ты скажешь если ты ударишь не будет чудо когда почему он ударил пошла вода пошла вода значит это не было причиной значит причина была в другом значит причина была в другом в чем именно и здесь это значит толковать и как говорится разбивает голову что же в конце концов на творит вот не поймёшь вот бог говорит не делай из дерева из камня ничего такого и штуками-стуками значит камень это не живой что ну хай он ударил камень почему бог на это разорвился вот и поэтому говорят злость не был нет гнев не то что он ударил то что ударят и было нормально это было нормально то что он разозлился на них вот это было ненормально значит какое превращение не было никакого превращения было него там никакого большая его ошибка было в то что он показал свою злость перед народом этого делать было нельзя потому что люди от тебя учатся, люди на тебя смотрят, и для людей ты пример, ты живой пример, как нужно, а главное, как не нужно поступать. И тогда Мушир Иванов говорит так, вы знаете что, кстати говоря, здесь насчет того, когда умирает сестра, и в этой же порошке умирает Агарона Куген. В этой же порошке умирает Агарона Куген. И сказано так, что когда Мушир Иванов посмотрел, как Агарон одевает свое облачение первого священника, снимает и одевает это своего сына, тогда Мушир Иванов посмотрел, говорит, надо же, жаль, что вот мои дети, они этого не удостоятся, почему они идут за мной. Есть очень интересная вещь, это касается митсвы про рву. Так, плодитесь и размножайтесь. Когда считается, что мы выполнили это митсву? Когда мы имеем дочку и сына. Дочку и сын. Но полностью митсву ты соблюдаешь тогда, когда у тебя есть уже и внук, и внучка от этих детей. И внук, и внучка, неважно от кого. Лишь бы внук и внучка, чтобы было. Тогда ты полностью выполнил, тогда ты полностью выполнил это митсву. Есть очень интересная Аллаха. Аллаха говорит так, что что произойдет, если голод? Голод. Голод. Во время голода, в засухе так, то никаких отношений быть не должно, мужем и женой. Если я понимаю, не должно. Не должно было быть. И там Мишнабрура говорит так. Это не время праздника, скажем так, это не время радости. Не время радости, тем более такое положение, значит, дети, и тогда еще хуже будет голод, и так далее. И тогда там Мишнабрура говорит так, что если у тебя есть дети, у тебя есть дети, которые не соблюдают субботу, не соблюдающие так, то ты еще не выполнил свои заповеди. У тебя есть сын и дочь, но они не соблюдают. И так, ты до сих пор не выполнил это митсву. Глубоко. До сих пор ты не выполнил. Так что нужно стараться дальше. Либо этих детей вернут в бичу, а, либо продолжать дальше работать. Дор-вод-дор, как это говорят? Поколение-поколение? Поколение-поколение, да. Либо так, либо это. Поэтому, либо... Знаете, что есть интересная вещь. Это мнение, я не знаю, это мнение ли это... Общепринято ли это мнение, но есть такое мнение, говорится так. Помните, был... Был такой случай, где рассказывают гимарабы об этом, как у царя Хискель, Хискияу, я извиняюсь, Хискияу, он упал, как говорится, на... Убилить? На... Как говорится, на больничную кровать, и уже оттуда не должен был встать. Должен был умереть. Пришел Ишайяу. Помните, было так, пришел Ишайяу. И сказал, ну, ты знаешь, что, ты давай пиши свое завещание, потому что ты больше не станешь. Говорит, что, как, чего, что она делала? Дело в том, что ты, говорит, до сих пор не женатый, ты не выполнил прорву, ты не выполнил полису, и размножайтесь. И тогда она говорит так, знаешь, что, почему я не женюсь, почему я не хочу иметь детей? Потому что я видел, я предвидел, у меня есть рука, я видел, что мои дети будут, кто Минашема, который за него будет разрушен храм, мне зачем это надо? И тогда, что ему сказал пророк? Это не твое дело, ты должен... Когда Всевышний что-то делает, твое какое дело, входить в его дела? Ты делай свои дела, постарайся воспитать. А что дальше получится, это уже, как говорится, это не в твоей компетенции уже. Это так. И тогда, что вам сказать, что сделаем так? Вы дайте мне свою дочь. Так? Дайте мне свою дочь. Может быть, вашу заслугу, вы как пророки, и может быть, вы тут хорошие дети. Вот у него родились двое детей. Одного сына звали, если не ошибаюсь, второго звали Миноше. Один сдох. Один нет, он не издох, он погиб. Как он погиб? Нет, он не потерялся. Было тогда, он... Он выбросил с плечей. Он их носил на своем плече. Один другому говорит, знаете, какая хорошая голова у папы, можно на этой голове рыбу жарить. Ну да, почему? Это не было в шутку. Это не было в шутку сказано, это было сказано всерьез. И тогда он сбросил обоих, один погиб, второй остался. Это был второй остался Миноше. Так вот этот Миноше, в конце концов, из-за него был разрушен храп. Он вырезал, буквально вырезал все праведное население Иерусалима, заставил всех, кедалопоклонствовал. Изабелла это его жена? Как? Нет, нет, Изабелла это была жена Ахава. Это было другой. Это было другой. Но, кстати говоря, когда он был взят в плен, то книга Деврями, история, он сделал чувак, и он вернулся, и он правил 55 лет. Он был единственный человек, который очень, самое долгое время, который правил, был царем, это был он, кстати говоря. Больше не было таких. Он восстановился, после как он... Он пытался постановить все, но это уже ему не помогло. Все равно храма уже была к зира, было постановление, что тем не менее храм будет разрушен. Тем не менее. Здесь почему я это привел? Здесь я приводят так, говорят так, что если ты знаешь, если ты знаешь, что дети... Дети...